Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим обалденно вкусные шоколадные булочки с корицей синабоны. У меня на канале есть рецепт классических синабонов. Он стал очень популярным, вы активно им пользуетесь, приходит много благодарных отзывов. И поэтому я решила снять для вас еще один вариант синабонов шоколадные. Они получаются ну просто нереально вкусными, очень нежными, с потрясающим ароматом. Вообще синабоны идеальная выпечка для сезона осень-зима и я хотя бы раз в этот сезон их обязательно готовлю. Давайте приготовим вместе. И начнем мы с приготовления опары. Она запустит процесс брожения и булочки в дальнейшем будут воздушнее, нежнее, пышнее. Для опары нам понадобится теплое молоко. Теплое это не горячее, оптимальная температура 38-40 градусов не выше. К молоку добавляем сахар, дрожжи. Я использую прессованные, их нужно мелко раскрошить. Также подойдут и сухие быстродействующие дрожжи. Количество тех или других дрожжей будет указано в рецепте под видео. Далее добавляем сюда 1 столовую ложку муки от общего объема и перемешиваем. Не нужно тут перемешивать до однородного состояния, комочки муки могут оставаться. И оставляем опару на 20 минут в теплом месте. И пока опара подходит, подготовим сухие ингредиенты. Муку нужно просеять вместе с какао и хорошо перемешать. Какао я использую алкализованный. Он даст тесту более насыщенный шоколадный вкус, цвет и аромат, чем обычно какао. Через 20 минут возвращаемся к нашей опаре. Посмотрите, как она изменилась. На поверхности появилась пенная шапочка с большим количеством пузырьков. Это то, что нам нужно. Продолжаем приготовление. Нам понадобится большая объемная чаша для замеса теста. Помещаем в нее половину сухих ингредиентов. Добавляем к ней опару. Затем добавляем яйца и размягченное сливочное масло комнатной температуры. Перемешиваем массу лопаткой до увлажнения сухих ингредиентов. Далее добавляем почти всю оставшуюся муку. Перемешиваем лопаткой, пока это возможно. И затем оставшейся мукой припыляем рабочую поверхность, выкладываем тесто и начинаем его вымешивать. Если у вас есть планетарный миксер, то вам повезло. Он может все сделать за вас насадкой крюк. Если же нет, то набираемся немного терпения и просто вымешиваем тесто руками. Постепенно подсыпаем оставшуюся муку. Сначала тесто будет липким, но постепенно оно замесится и в результате должно получиться гладкое, однородное, не липнущее к рукам тесто. На замес уйдет минут 15. И это, пожалуй, самая сложная часть в приготовлении синабонов. В целом все совсем не сложно. И вот такое в результате получилось тесто. Оно не липнет к рукам. Оно мягкое, эластичное, очень приятное. Перекладываем его в чашу, смазанную растительным маслом. Затягиваем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на полтора часа. И давайте посмотрим, что нас ждет спустя это время. Посмотрите, как великолепно тесто поднялось. Сначала нам его нужно обмять, чтобы выпустить газ. И затем будем его раскатывать в пласт. Слегка припыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто в прямоугольник. Тесто очень податливое, приятное и удобное в работе. Тесто раскатываем в длину и в ширину. И руками подравниваем со всех сторон, чтобы прямоугольник получился более-менее ровным. Вот таким у меня получился прямоугольник. Я померила его размеры, укажу их в рецепте в описании под видео. Теперь будем заполнять тесто начинкой. Сначала всю поверхность нам нужно смазать размягченным сливочным маслом. Я его немного подогрела в микроволновке. Далее к сахару добавляем молотую корицу и хорошо перемешиваем. Если у вас вдруг есть коричневый сахар, то его здесь будет использовать интереснее. И теперь сахар с корицей равномерно распределяем по всей поверхности. Очень удобно с помощью кисти заполнить какие-то промежутки и равномернее распределить сахар. И последний ингредиент в начинке наших шокобонов это собственно шоколад. Лучше всего подойдет темный шоколад и его нужно измельчить на мелкие кусочки любым удобным способом. Я рублю его ножом. Можно например измельчить его импульсно в блендере с ножами. И посыпаем всю поверхность шоколадом. И теперь нам нужно скрутить тесто в рулет. Скручивать будем по длинной стороне. Самое сложное это начало. Нужно сделать первых пару оборотов, а дальше уже будет легко. Тесто нежное, поэтому скручиваем его аккуратно, чтобы его не деформировать. Также стараемся аккуратно прижимать, чтобы рулет получался тугим. Вот таким должен в результате получиться рулет. Края я у него срезала. И дальше ставлю разметки примерно по 3 сантиметра. Булочки получатся не очень высокими. Если вы хотите булочки повыше, то соответственно делайте разметки пошире и количество булочек будет поменьше. У меня получилось 15 булочек. Рулетики аккуратно переносим на противень, застеленный пергаментной бумагой и кладем их на небольшом расстоянии друг от друга, так как они еще значительно вырастут. И теперь перед выпечкой нашим будущим сыном-боном нужно дать время подойти и расстояться. Накрываем их пищевой пленкой и оставляем в теплом месте минут на 40. Слишком долго расстаивать их тоже нельзя. Пока можно разогреть духовку. И посмотрите, как подошли булочки во время расстойки. Теперь отправляем их в уже разогретую духовку. Температура выпечки 180 градусов, время выпечки минут 20, плюс-минус в зависимости от вашей духовки. Пока булочки пекутся, мы успеем приготовить нереально вкусную шоколадную глазурь. Для глазури к сливочному маслу комнатной температуры сначала просеиваем сахарную пудру, затем просеиваем какао. Какао я также использую алкализованный. Берем миксер и сначала не включая его, перемешиваем и разминаем масло, чтобы пудра с какао не разлетались. Затем миксер включаем и взбиваем масло до объединения с пудрой и какао. Теперь добавляем творожный сыр и еще раз взбиваем до однородного крема. Комочки сыра должны разойтись. Вот таким вот крем должен получиться. И глазурь готова. Наши булочки как раз испеклись. Аромат, который стоит во время выпечки, сложно передать словами. И пока булочки горячие, сразу смазываем их глазурью. Она будет на них таять и стекать внутрь. Удобно сначала ложкой на каждую булочку выложить глазурь, а затем уже палеткой равномерно распределить по всей поверхности. И далее, чисто в декоративных целях, я украсила синнабон и питью разными посыпками. Здесь у меня кокосовая стружка, мелко нарубленные фисташки, нарубленный обжаренный арахис, клубничная шоколадная стружка и хрустящие шарики. К слову сказать, любая из этих посыпок отлично сочетается с шоколадом. Друзья, вы только посмотрите на эту красоту. Словами описать невозможно, насколько это вкусно. Шоколад, корица, нежнейшее воздушное тесто и просто потрясающий непередаваемый аромат. Всем, кто любит синнабоны и кто готовил по моему рецепту классические, обязательно рекомендую попробовать эти шоколадные. Синнабоны можно хранить несколько дней и перед подачей обязательно разогревайте их в микроволновке, чтобы глазурь подтаивала и булочки становились нежными. А у меня на этом все. Я благодарю вас всех за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!